пока жерлицы молчат ничего не клюет и на улице очень тепло чтобы наша рыба не пропала мы решили ее тут же по месту и сразу разделывать танечка пытается сейчас средненького нашего налимчика разобрать столько уже печени достали с трех налимчиков два пакетика филе и вот будет у нас еще печень и еще филешка и все и целый день молчок не клюет не клевный день хотя на улице очень прекрасно плюсовая температура рыбная такой-то нас мужиками рыбаками собран столик печень печень видно уже большая такая налима от икру от металл поэтому он без икры то есть на потомство никак не влияет да и теперь связи с тем что он икру от металл у него печень становится большая сколько у него тут кишечков самая плотная потому что еще полторы недели или две недели назад мы мы были печень вообще все расползалась я разделала но все растеклось желчный мешок я первое конечно голову перерезают этот хребет что если рыба там чувствительности не было если вдруг она живая вот такой еще кусочек печени вкусненькой потом это мы все автоклаве покажем как мы готовим ну сейчас анечка буду разделывать немножко остаточная не все икру до металла достаточно мешок как он почти пустой наверное все это все мы отвезем курочкам ну да ну во времена я чувствую рукам уже хладновато хладновато хвостик анечка перерезает плавнички отрезают не во всех я снимаю кожу кожа тоже вкусному шкуру любим в этом сейчас посмотрю будет настроение будут силы может и готовим прямо здесь свеженького тоже курочкам так это хвостик на пожарить на пожарить нож у вас хороший муж купил вот какой есть филейный почему-то вот ранечки понравилось поэтому кому 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 хребты головы это все на уху на жарку и на жаркое все мясо не пропадет точно будем знать что не печень и мясо не испортится потому что уже не заморозится она слежаться тело теплая все равно да и времени свободного много меньше дома перерабатывать как говорится отдых рыбалка того стоит можно сейчас посмотрю может быть шкурку я оставлю она не сильно тут ненормальный я же люблю ну прям проваривается прожариваться очень вкусненько потом хорошо помоем и все налим как треска как сон он речи сегодня вот такую вот часть самого большого съел я с него шкуру снимала потому что там жестковатая шкура и вот такую вот часть вот огромную он взял съел сырую прямо конечно я знаю что собак нельзя кормить сырое мясо но что-то ему сильно охота было он у нас уже не обычный мокс он уже у нас рыбацко охотничий все ладно всем кому понравилось как анечка разделают налима как-то так только не ставьте без лайки